здравствуйте дорогие ребята сегодня мы продолжаем решение комбинаторных задач давайте для этого вспомним новые термины множество и его элементы что такое множество это совокупность каких-либо объектов обладающих общим свойством ну например эти объекты называют элементами множества посмотрим совокупность документов их называем архивом собрание музыкантов называем оркестром множество овец это можно назвать отарой множество лошадей табуном множество футболистов собравшихся вместе для игры команда вот мы с вами вспомнили так что такое множество если множество m состоит из элементов a b c то это записывается вот таким образом то есть само множество мы отмечаем мы обозначаем большой латинской буковкой а его элементы маленькими латинскими буковками давайте теперь продолжим решать комбинаторные задачи вспомним что изучает комбинаторика раздел математики посвященный задачам выбора и расположение предметов из различных множеств ну давайте мы с вами вспомним прошлую тему прямоугольник состоит из трех квадратов сколькими способами можно раскрасить эти квадраты тремя красками красный зеленый и синий вот вспомним как мы это делали на прошлом уроке то есть если у нас красный цвет стоит на первом месте остается остальные два варианта то есть всего у нас два варианта с зеленым цветом то же самое и синеньким цветом то же самое всего у нас сколько вариантов шесть вариантов следующая задача теперь она немножечко иная на одной полке книжного шкафа стоит 30 различных книг она другой 40 вопрос сколькими способами можно выбрать одну книгу из этих двух полок но всего у нас сколько книг вы правы 70 книг то есть 30 плюс 40 70 книг сколько способов у нас выбрать одну книгу правильно и 70 способов продолжим значит что мы заметили есть оказывается правило суммы давайте запишем это правило есть множество а состоит из m элементов а другое b состоит из n элементов то выбрать или а или b можно с способом m плюс n то есть или а или b это запомните я надеюсь вы это записали давайте рассмотрим задачу мы можем добраться до центра города одной из пяти маршруток одним из трех автобусов или одним троллейбусом сколько есть способов добраться рассмотрим всего сколько способов всего у нас 9 способов мы можем использовать один из них ответ 9 способов следующая задача теперь попробуйте сами решить эту задачу сколькими разными способами можно выбрать десерт в кафе где есть восемь видов мороженого и пять видов пирожного я надеюсь вы быстро решили эту задачу конечно у нас всего 13 десертов и одна из тринадцати да мы можем одной из тринадцати выбрать ответ 13 способов а теперь быстренько устно решим на подносе лежать 6 яблок 4 груши сколькими способами мы можем выбрать фрукт правильно 10 6 плюс 4 это 10 на полке стоят 10 книг по математике 4 книги по иностранному языку и 6 книг по родному языку сколькими способами мы можем выбрать полки одну книгу правильно все это прибавили у нас получилось 20 на книжной полке стоит от три учебника по математике два детектива два задачника три романа два сборника стихов сколькими разными способами мы можем выбрать одну книгу правильно быстренько мы прибавили и у нас получилось 14 молодцы следующая задача сколькими разными способами можно выбрать десерт в кафе где есть у нас 8 видов мороженого и 5 пирожного то есть вопрос сколькими разными способами можно выбрать десерт состоящий из мороженого и пирожного если был первый вопрос как бы вы ответили правильно 8 а в этом случае как и мороженое и пирожные то что мы сделаем всего 8 видов и 5 видов выбор а и б а в предыдущем было или а или б то есть в этом случае надо их просто умножить 8 умножить на 5 40 способов заметили разницу я надеюсь вы поняли когда мы умножаем а когда прибавляем правило умножение запишем если множество а состоит из m элементов и множество b состоит из n элементов то выбор а и б можно осуществить m умноженные на n способами задача теперь попробуйте решить эту задачу тем же способом на первой полке стоят пять книг а на 2 10 сколькими способами можно выбрать одну книгу с первой полки и 1 со 2 то есть две книги мужа выбираем то есть сколько у нас 5 что 10 штук и выбор а и b то есть мы их что делаем перемножаем 5 умножен на 10 50 способов запомнили до на обед в школьной столовой предлагается два вида супа три вторых вида 4 разных соков сколько различных обедов можно составить по предложенному меню то вы правильно угадали то есть всего способов 234 что мы их делаем конечно же перемножаем и ответ у нас 24 способа сколько различных трёхзначных чисел можно составить из цифр 1 2 3 4 5 при условии что они что ни одна цифра не повторяется посмотрите на первом месте если первая цифра к у нас будет стоять любой из этих у нас будет него 5 способов выбора а у остальных цифр уже будет 6 способов на следующем месте уже будет три способа если первое место занято в авто на 2 остается 4 на 3 остается 3 и так далее и что у нас получается тоже умножение 5 умноженное 4 умноженное на 3 то есть 60 различных способов вторая задачка сколько различных трехзначных чисел меньше 400 можно составить из цифр 1 3 5 7 9 но посмотрите здесь тоже самое только один раз мы повторяем меньше 400 значит первая цифра к у нас может быть либо 1 либо 3 то есть у нас всего два способа выбора сколько у нас цифр остается правильно 3 то есть здесь у нас получается сколько способов если мы один из пол использовали 4 способа и в третьем у нас 3 перемножая все три способа у нас остается 24 различных числа следующая задача сколькими способами можно составить флаг состоящий из трех горизонтальных полос различных цветов если имеется материал из шести цветов то есть смотрите первая полоса на первую полосу мы можем использовать 6 люб один из 6 до 6 способов на вторую полосу уже остается 5 материалов которые мы можем выбрать на третью полосу конечно 4 материал что мы делаем мы их перемножаем и ответ 120 способов все легко и просто только надо уметь различать где применять какое правило произведение подряд идущих первых n натуральных чисел обозначается вот так вот и называют его n факториалом посмотрите 2 факториала это 1 умножить на 2 3 факториал 1 умножить на 2 и на 3 и так далее то есть мы перемножаем все последующие числа да и удобная форма у нас получается n факториал это n минус 1 факториал умноженное на n где мы это будем применять посмотрите в седьмом классе в среду шесть уроков алгебра геометрия литература русский язык биология и физкультура сколько вариантов расписание можно составить но посмотрите есть алгебра у алгебры 6 вариантов геометрии остается 5 вариантов выбора литературе 4 варианта и так далее уменьшаются они то есть мы должны что сделать перемножить значит мы их перемножаем получается 720 а это и есть 6 факториал то есть мы не составляя эту таблицу увидели 6 могли бы сразу написать 6 факториал 720 запишем это правило перестановки их число комбинации из n элементов отличающих друг от друга только порядком расположение в них элементов называется перестановками из n элементов n различных элементов можно расставить по одному на n различных мест ровно n факториал способом посмотрите как это обозначается видите буковкой пи н в индексе вот таким образом спешите себя пожалуйста узнали это басня крылова квартета сколько здесь у нас героев то есть у нас мартышка сел козел и кто мишка сколько 4 поэтому называется квартет и 4 инструмента сколькими способами они могут меняться друг другу сколько у нас четыре героя то есть правильно 4 факториал то есть ответ 4 факториал это 24 но представьте у вас есть 5 открыток вы можете подарить пяти подругам 5 факториал есть три стула вы хотите посадить туда три ученика сколькими способами может посадить три факториал мадзина шерзот мурот и саида садятся на скамейку сколькими способами способами можно это сделать сколько у нас участников 4 и это 4 факториал а теперь мои дорогие рассмотрим с вами задание из международных исследованиях пиза вспомним нашу платформу с одной стороны у нас задание с другой вопрос и посмотрите она называется плиточные работы это четвертая задача из сайта кой сиди плиточник укладывает на пол плитки у него есть две разные для различные плитки а и б которую он может использовать посмотрите если он будет использовать только плитку а получится вот такой вот рисуночек а если только плитку бы вот такие квадратики укладчик хочет составить набор инструкций которую он может дать людям и они могут использовать этот шаблон у него есть вот такие посмотрите таблички и мы должны правильно расположить эти таблички вот на этих пробелах посмотрите какая по какой порядок идет то есть они что делают меняется периодически то а то б то а то б то есть какой будет у нас ответ посмотрите если строка является строкой нечетным номером тогда плитка а сначала ставим плитку а посмотрите первая плитка стоит следующие будет у нас б крестик б и также если первое а следующие будет б но если первое б следующие будет а вот такой алгоритм вы должны суметь составить теперь посмотрите укладчик хочет иметь возможность предсказать какая плитка будет расположена в каком-то месте в какой-то позиции и посмотрите на красную вот рамочку а теперь идут вопросы если m плюс n четное да если m умноженное n четное давайте все это рассмотрим по одному там очень мелкий шрифт поэтому я это увеличивал если m плюс n нечетное используйте плитку а противном случае b давайте посмотрим m плюс n м у нас количество столбиков n рядов то есть если нечетное m да у нас единица и плюс 2 3 у нас получилось крестик то есть неправильно а здесь если четное давайте посмотрим 1 плюс 1 получилось 2 четное то плитка а значит какой правильный ответ второе рассуждение правильное следующее если m умноженное n нечетное но давайте посмотрим 2 умноженное 1 нечетное идет плитка п значит это рассуждение неправильно а если четное давайте посмотрим 2 умноженное на 2 а плитка то есть второе рассуждение у нас правильной. Значит, оба, если умножение произведения их нечетное, то это правильный ответ. Теперь, мои дорогие, запишем домашнее задание. Это номера 494 и 495 в ваших учебниках. Всего хорошего, до свидания. Пиза. Укучилер саватхонлигіні бақуалеш бойчы халқы родастыуры, талым соғасыда гейслі қотларына амальге ошырышки қандай иордан береді. Хар 3 илді 50-10 қылына деген пиза нотичелары, талым соғасыда амальге ошырылшы мүмкін болген қандай им койнетлер мавжудлыгені. Ба мамликаттар бір-бірләрінің үйтқыларыны орғаншыя болген интелишіні көрсатады. Шүнчекі Германияді нымас одыр болгенге еті бар берін, 2000-й илді пиза үшініна мойан қылды ки, мамликаттагі қар 5 тадан бітті ұқучының ұқыз саватхонлигі бойычы бөлімі башланғыш дарачы ке хам етмеген. Бұндан тәшқары ұшбұ татқи қотлар ОИСД-ге азо болген бойыроқ ва кембағалыроқ мамликаттар ортасыда хам тафа ғытлар болгенлигіні көрсатады. ОИСД-ге азо болген башы мамликаттар білен солыштыргенде Германия ұқыз саватхонлигі бойычы, 2000-й илді ортачыдан пас натиже көрсаткен болса, 2015-й илге келіпесе, ортачыдан юқары көрсат күшге көтарылген. Бұ, ичоби тенденцияның кәтті қысымы мамликаттаге өзләштірші пас болген, хамда им көйнәті чекіләнген ұқызчылар натижаларының яқшыланышы білен бағылық болды. 2003-й илді еп пиза рейтингеді, дүнионің нәрігі чек көрсады жайлешкен Бразилия ең пас бау топлыген мамликат болген. Татқи қатта қатнашкен ұқычылардың ярымыдан көпі математик сауатқонлиг бойчы ең пас натижадан хампас натижаны көрсатай өткен бұр пайтты 100 нафар ұқычыдан әтеге бір нафары нұқары дарады жада бақы оланды. Бразилия 2021-й илді өткезіладен пиза татқи қаты рейтингеді ОСТ-ге азо мамликатлар орасыда кәміда ортачы көрсат кешігі ерішіні өз олдеге мақсат қылып көйді. Татқи қаттан бір ел олдын есі мамликат мұстақылығының 250-гені нұшанлайды. 2015-й илге келіп мамликатның әйін пас озлаштғырадыген ұқычылары математик саватқанлық бойыншы натиджаларыны 34 балге яқшыладылар. 7-й илді ұндан юқары сныфлардаге 15-й ұқычыларының соны 0.5 миллионге орткен болшығы қарамастан Бразилия шында үйттіқларге ерішті. Бразилия қалық ұм 15-й ұқычыларының қамырап олеші ва ұзалдеге қуян мақсадеге ұршыш юлы да қарекет қылмақды. Шында болса да үніңірбәчілініш сұратларыны пиза натиджалары көрсатады. Барчы нарсалар бір-бірге чан барчас бағылық болген дүниады, әнді талым сфатыниң стандартлары қам, давлетлер чігерасы білен чекіләніп қолмайды. Мамлекетлер түрлі сауқаларда олы барлыоткен сияусатыны орыгенген ва мослаштырген қолды джори әтіш барасыда өзару тачребі алмашшылары, ұқычыларының өзләштіршіні, яқшылашы, башу біләмірге талым тізімінің сфатыны, яны да өшірші мүмкін. Бізі маскур нәтижаларының афықат орзу қылыш, бәлкі ұләрге әршіш імкөйнәті мәвжетлегені іспотлайды. Название темы, по плану будем работать, который представлен на слайде, и продолжим. История Каканского ханства. Вспоминаем, это 1709 год. В Средней Азии возникает государство под названием Каканское ханство. Это Третье ханство в Средней Азии. Шахрухби из племени Минг, первый правитель Каканского ханства. Типакурган стал резиденцией Шахрухбия, которому Абулфайс хан, эмир Бухары из династии Аштарханидов присвоил титул Аталыка. Правление Нарбутабия Каканского хана в 1763-1798 годах в истории ханства связано с выпуском самостоятельной денежной единицы фальс, которая дала возможность ханству проводить независимую политику и быть экономически стабильным. Давайте вспомним, где находится Каканское ханство. Это территория Средней Азии. Обратите внимание, Какан – это столица, и Каканское ханство выделено ярким цветом. Здесь мы видим на карте, что это в первую очередь течение реки Сырдарьи, и границы этого государства уже были расширены до границ Русской империи, а также на юге доходили до Кашгара. Политическая история Каканского ханства, если вспомнить середины XVIII века, это была ожесточенная борьба за престол между предводителями правящей династии. В результате их борьбы сменилось около пяти ханов, но борьбу за укрепление центральной власти в ханстве продолжили Алимхан, Умархан, его сын Мухаммад Алихан, затем мусульман Кул, который в 1845 году на престол возводит своего тестя Худаярхана. Какие же у нас произошли главные политические события? 1798 год. Олимбек взошел на престол государства. 1805 год. Это принятие Олимбеком титула хана, в связи с чем государство стало называться ханством. 1842 год. Захватка Канда бухарским эмиром Насрулой. В 1842-1845 годы переход фактической власти в руки вождя племени Кипчаков, мусульман Кулу. И в связи с возведением на трон Худаярхана, мы должны понимать, что это было правление очень интересным и сложным. И в 1852 году Худаярхан ликвидирует господство Кипчаков, оставаясь единоличным правителем. Сегодня мы с вами должны также вспомнить и работу с картой. Как вы помните, территория была расширена. Какие территории вошли в состав государства? Алимхан объединил всю Фергану, покорил долину Ангрена, захватил в 1808 году Ташкен и прилегающую к нему область, а затем Туркестан, Чимкент и Сайран. Умархан захватил Туркестан в 1811 году, это было уже во второй раз. Уратиюбе в 1818 год подчинил территории казахских джузов, почти до устья Сырдарьи, основал ряд военных крепостей. И сын Умархана, Мухаммад Алихан, молодой правитель, в 1834 году покорил тажикские горные владения, Картыгин, Куляб, Дарваз. В 1826-1829 годах совершил несколько походов на Кашгар, восточный Туркестан. Конечно, границы на севере давали возможность не только торговли с русскими купцами, а также это была возможность для русских купцов беспрепятственно через Ферганскую долину отправлять свои караваны на юг, через Афганистан в Индию. Спасибо. Продолжим. Здесь вы можете посмотреть, представлены монеты. Это монеты узбекских ханств. В связи с этим мы должны с вами вернуться к нашему учебнику. Сегодня наша тема – это 33-й параграф. И поскольку монеты большое значение имели не только во время правления Алимхана, но еще и во время правления Нарбутабии, который в 1776 году вводит самостоятельно денежную единицу фалс, то уже к моменту правления Алимхана в 1805 году, вы можете об этом найти на странице 119, в 1805 году он выпускает собственную денежную единицу, серебряный динар, со своим именем и называет себя хан. Что ему это дает? В первую очередь он наводит порядок в финансовой и налоговой системах. Также нужно обратить внимание, что он для обоснования, с точки зрения законного обоснования своего правления, вспоминает о притче, которая рассказывает о происхождении династии Мингов. Это связано было с известной личностью Бабуром Мерзой из династии Тимуридов. И мы с вами должны опять обратить внимание на работу с текстом. Наше упражнение сегодня называется «Читаем вместе». Что вы можете пройти по тексту? Это в первую очередь с восклицательным знаком, выделено в виде прямоугольника притчи, которая называется «Золотая колыбель». О чем же эта притча? В первую очередь сказание говорит о событиях далекой истории, истории Бабур-Мерзы, который, покидая Маверонахар в результате своего поражения в борьбе за власть, он уходит со своими родственниками через Фергану. Здесь у него во время похода рождается сын, и он его не может забрать с собой, он его оставляет. Где же он его оставляет? В первую очередь мы вспоминаем, что это были аулы, аулы кипчакских, киргизских племен, а также аулы племени мингов. И именно этот ребенок попадает для воспитания, его он оставляет в своем услуге. Его колыбель была украшена очень красивыми, драгоценными камнями. В связи с этим мы можем, конечно, догадываться, что и ребенку присвоили имя Алтын-Бишек, «Золотая колыбель». Мальчик воспитывался среди мингов. По традициям этого племени он обязан был взять в жены девушку из племени, и она ему родила наследника, которого он назвал Тангриер. В дальнейшем правителем Ферганы становится и сын, его сын, и управляет он уже в статусе правителя с титулом Бии. Давайте вспомним, почему Бии. Это связано с тем, что Бии были вожди кочевых племен, которые могли находиться постоянно в племени, и свою власть они распределяли не только в военной сфере, но и это был совет старейшин, который они возглавляли. Давайте продолжим. Сегодня по домашнему заданию нам нужно будет составить хронику событий ханства в XIX веке, ответить на вопросы страницы 124, а также я вам предлагаю внимательно изучить эту притчу под названием «Золотая колыбель». Какие трудности у вас могут возникнуть с работой по учебнику? В первую очередь это текст. По тексту я вам предлагаю сейчас вместе со мной упражнение «Читаем вместе». Если вы ознакомились с притчей «Золотая колыбель», то здесь вам предлагают учебник ознакомиться с расширением территории ханства. Тогда мы можем с вами вернуться к нашим слайдам. Давайте продолжим работу с текстом по карте. В период правления Алимхана он проводит военную реформу, которая дает ему возможность расширить территорию. Это именно связано было с военной доблестью. При Алимхане также были установлены выгодные торговые отношения. С какими территориями? Конечно, которые граничили с Бухарским Эмиратом, но они теперь находились во владениях каканских ханов, и они могли устанавливать свои пошлины. Это давало возможность населению чувствовать поддержку. Алимхан очень заботился о том, чтобы именно бедняки и странствующие дервиши получали участки и тем самым привлекал их к труду, потому что это было начало XIX века, когда основные кочевые племена переходили от кочевого образа жизни к оседлам. Затем мы с вами должны также вспомнить о том, что он расширил границы на юг, и территории доходили до Кашгара. То есть здесь это связано было с его братом Умарханом. Давайте продолжим. Значит, если 1812 год – это время начала правления Умархана, то 1817 год по тексту учебника здесь выделен. Правитель Умархан, так же, как и предыдущий правитель, вводит денежную единицу, серебряную монету Гирхам. Так же на этих монетах чеканилось его имя. Для того, чтобы почувствовать значимость не только от собственного правления, но и насколько денежное обращение имеет значение в жизни того времени, и нужно обратиться к официальным источникам, где используют надписи, и там можно прочитать «Саид Мухаммад Умар-Султан, эмир всех мусульман». Откуда такое название? В первую очередь это связано было с мусульманским духовенством, которое высказало свое предположение, что если Умархан может обеспечить 12-тысячную армию военным снаряжением и кормом для коней, то, скорее всего, это эмир всех мусульман. На самом же деле эмир обеспечивал достаточно большое количество воинов и продовольствием, и снаряжением, и он помогал еще населению, которое благодаря этому было занято. Титул «Амир Аль-Мусульмин» вы должны будете записать себе в тетрадь. Большое значение я вам говорила о торговых отношениях. Конечно, здесь торговым партнером выступала и Османская империя, которая также могла быть заинтересована в торговых путях, которые проходили через Верганскую долину. Следующая наша страница рассказывает о правлении сына Умархана, Мухаммада Алихана. В период правления Мухаммада Алихана происходят события, связанные с кризисным явлением, потому что это поход эмира Насрулы против коканских ханов. В это время, в 1841 году, он отрекается от престола в пользу своего младшего брата, султана Махмудхана. Однако войска терпят поражение, и эмир Насрула захватывает территорию Коканда. Он осаждает этот город. В связи с этим он здесь устанавливает кратковременное правление. В 1842 году поднимается восстание против эмира Бухары, и большую помощь оказывают кипчаки. Во главе государства становится Шер-Алихан. Годы правления 1842-1845. Затем эмир Насрула вынужден будет вернуться в Бухарский Эмират, потому что в это время наступает на территорию Бухарского Эмирата. Вы обратите внимание, здесь у вас это есть, хивинский хан Алла Кулихан, и он вынужден уйти. В связи с этим мусульманкул становится правителем. В 1845 году он возводит на престол своего зятя Худаяр-хана. Затем происходят события, которые связаны с 1852 годом, и это господство мусульманкула и кипчаков будет ликвидировано. На этом наше занятие подходит к концу. Давайте мы вернемся с вами к тем слайдам, которые вы сегодня просмотрели. Вы можете ознакомиться еще раз и выполнить домашнее задание. Здесь я вам предлагаю еще для творческих ваших заданий выполнить работу с вопросами по учебнику, работу со слайдами, работу с терминами, работу с историческими документами. Вы можете подготовиться по историческим произведениям того времени. А также можно составить кластер, кроссворд или синквей, как один из примеров составления кластеров. Давайте попробуем это сделать. Политическое положение какранского ханства. С какими правителями сегодня мы ознакомились? Это было правление Алимхана, правление Умархана, его сына Мухаммада Алихана и Худаяр-хан. Спасибо за внимание. Наш урок закончен. Алимхана, его сына Мухаммада Алимхана. Алимхана, его сына Мухаммада Алимхана. Алимхана, его сына Мухаммада Алимхана. машина и достатур на мысль 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 в нибудь нашего сауги мысль мысль былмаз ульга айненгян да бурда еще махтам из кулерни несмотря на шоу ерд до 2 июзона курган алгоритм там айнлара сасаде и шлаучи компьютер дастуров дан файдана надэ индия соглом янгий хоразми болош ва качан лардер бис Здравствуйте, дорогие ученики 8 класса! С вами учитель английского языка Бадалова Гульмира Абдувариевна. Тема нашего сегодняшнего урока посвящается окружающей среде. И сегодня мы с вами закрепим материал по теме «Наша зеленая планета». Good morning, dear pupils! Today we are going to continue studying on the topic «Our green planet». I think last lesson was interesting for you. And today we will complete some other activities. Я думаю, что прошлый урок был интересен для вас. Сегодня мы будем выполнять некоторые другие упражнения. What can you see on the picture? Что вы можете видеть на картинке? The picture says, картинка говорит, «A new tree, a new life» – «Новое дерево, новая жизнь». It will be like a quote for us. Сегодня это будет цитата нашего урока. Когда мы говорим о нашей планете, в первую очередь мы задумываемся о проблемах окружающей среды. What environmental problems do you know? Какие проблемы окружающей среды вы знаете? Вы можете видеть картинку нашей планеты. It's full of different environmental problems and disasters. Она полна разных проблем, связанных с экологией и, конечно же, бедствиями. Well, can we save our planet? Мы можем сохранить нашу планету? Of course, yes. We should solve these problems. Мы должны решать эти проблемы. And now, dear pupils, you will read the story and complete it with the proper forms of the word. А теперь, дорогие ученики, вы прочитаете текст и вставите нужную форму глагола. You will revise the topic connected with passive voice. Вы повторите тему, которая связана со страдательным залогом. You will choose active or passive voice. Вы будете выбирать, использовать активный залог или пассивный залог. And you will use the following words. И вы будете использовать следующие слова. Fall, падать, take, брать, eat, есть, кушать. Break down, разрушать, ломать. Store, сохранять, запасать. Well, dear pupils, let's read examples. And then we will check answers. Сначала прочитаем примеры, а потом проверим ответы. Nutrients in leaves and fruits. Полезные вещества. Потом речь идет о листьях и фруктах. Dead plant, pots and some fruits. To the ground. Мертвые растения и некоторые фрукты. И в конце даются на землю. Some leaves and fruits. By animals. Некоторые листья и фрукты. В конце даются животными. Some plant eaters. By birds. Некоторые травоядные. И в конце у нас остается птицами. Animal droppings and dead animals to the ground. Животные отходы и мертвые животные. В конце на землю. Insects and bacteria. There remains. Насекомые и бактерии. Остатками. Nutrients in by roots. Полезные вещества корнями. And now, dear children, let's check our answers. А теперь, дорогие ученики, давайте проверим наши ответы. The first one. Первый. Nutrients are stored in leaves and fruits. Полезные вещества хранятся в листьях и фруктах. The second one. Dead plant parts and some fruits fall to the ground. Частички мертвых растений и некоторые фрукты падают на землю. Some leaves and fruits are eaten by animals. Некоторые листья и фрукты съедаются животными. Some plant eaters are eaten by birds. Некоторые травоядные съедаются птицами. Animal droppings and dead animals fall to the ground. Животные отходы и мертвые животные падают на землю. Insects and bacteria break down the remains. Насекомые и бактерии разрушают остатки. Nutrients are taken in by roots. Полезные вещества впитываются корнями. Если вы проверили свои ответы, давайте перейдем к чтению текста о проблемах окружающей среды. Организация и вода Продолжение следует... 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 The greenhouse effect is the raising of temperature in atmosphere. Парниковый эффект – это повышение температуры в атмосфере. Well, and now your task is to use these words and complete some sentences using modal verb should. You know we use this verb for advice. А теперь, используя следующее словосочетание, дорогие ученики, вы составите несколько советов, используя модальный глагол should. Вы знаете, что данный модальный глагол используется у нас, чтобы мы могли дать советы. Well, let's read word combinations. Давайте сначала прочитаем эти словосочетания. Destroy rainforest – разрушать тропические леса. Rare plants and animals – редкие растения и животные. Protect wildlife – защищать дикую природу. Save endangered species – сохранять виды, которые подвергаются опасности. Reduce air pollution – уменьшать загрязнение воздуха. Recycle paper, glass, cans – перерабатывать бумагу, стекло и консервные банки. Save important resources – сохранять влажные ресурсы. Drop litter on beaches – выбрасывать мусор на пляжи. Be clean and safe – быть чистым и безопасным. Protect wildlife – сохранять дикий мир. Okay. Dear pupils, and now you will walk in pairs, maybe with your brothers or sisters, and answer the questions. Use the prompts to make up sentences with the active vocabulary. Сейчас вы будете работать в парах, вы можете работать с вашими братьями или сёстрами и отвечать на вопросы, то есть можете давать советы друг другу. Вы используете следующие заготовки, чтобы составить предложение. The question is, вопрос таков. What should people do to save the earth? Что должны делать люди, чтобы сохранить землю? You will use the structure should or shouldn't. Вы будете использовать структуру с модальным глаголом в утвердительной форме и в отрицательной форме и объяснять причину при помощи слова because. Well, and now let's give some examples. А теперь давайте приведем несколько примеров. First one. We should reduce air pollution because it's harmful. Первый пример. Мы должны уменьшать загрязнение воздуха, потому что это вредно. You know about this problem. Вы знаете об этой проблеме. We should recycle paper because it helps us to save trees. Мы должны перерабатывать бумагу, потому что это помогает нам сохранить деревья. And these are negative answers. А вот у нас отрицательные примеры. We shouldn't destroy rainforests because they give us oxygen. Мы не должны разрушать тропические леса, потому что они дают нам кислород. We shouldn't drop litter because it may destroy our environment. Мы не должны выбрасывать мусор, потому что это может разрушить окружающую среду. Dear pupils, did you check your answers? Дорогие ученики, вы проверили свои ответы? Dear pupils, to consolidate this topic, you should complete your own sentences using modal verb should. Дорогие ученики, чтобы закрепить эту тему, вы должны составить свои собственные примеры с модальным глаголом should. And our today's lesson is over. I think it was interesting for you. The lesson is over. Goodbye. Наш сегодняшний урок закончен. Я думаю, он был интересен для вас. Дорогие ученики, до свидания. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, меня зовут Елизавета Александровна, и мы проведем сегодня урок в 8 классе. Тема сегодняшнего урока – магнитное поле Земли. Прежде чем мы приступим к уроку, давайте ответим на некоторые вопросы. Первый вопрос. Почему две железные пластинки, притянувшись к магниту, расходятся свободными концами? Посмотрите, ребята, вот у меня магнит. Вместо железных пластинок я использую маленькие иголочки. Посмотрите, каким образом располагаются иголочки. Почему они имеют такой вид? Ответ на этот вопрос таков. Они располагаются вдоль силовых линий магнитного поля. Второй вопрос. Как вынуть стальную булавку из стеклянной бутылки, не опрокидывая ее и не опуская внутрь каких-либо предметов? У меня есть булавка и стеклянная бутылка. Поместим булавку в стеклянную бутылку. Как вы уже догадались, ее можно вытащить с помощью магнита. Вот таким образом. Что это доказывает? Что вокруг магнита есть магнитное поле, и оно проницаемое. То есть магнит может действовать через стекло, бумагу, воду. Также оно действует в вакууме или дереве и так далее. И третий вопрос. Почему стальные полосы и рельсы, лежащие на складах, через некоторое время оказываются намагниченными? Мы ответим на этот вопрос после того, как пройдем новую тему. Давайте вспомним с вами все-таки некоторые понятия. Что такое постоянный магнит? Постоянный магнит – это тела, которые способны долгое время сохранять свои магнитные свойства. И вы знаете, что вокруг каждого магнита существует магнитное поле. Что такое магнитное поле? Это особый вид материи, который отличается от вещества. Он невидим и неосезаем для человека. Магнитное поле можно определить только с помощью магнитной стрелки. Что такое магнитная стрелка? Это элементарный магнит, который легко ориентируется в силовых линиях магнитного поля. А что такое силовые линии магнитного поля? Вспомните, на прошлом занятии мы проводили с вами лабораторную. В лабораторной нам понадобился магнит и железная стружка. Вспомните, каким образом располагалась железная стружка вдоль линий. Эти линии есть силовые линии магнитного поля. Что мы о них знаем? Они замкнуты и начинаются с северного полюса магнита и замыкаются на южном полюсе магнита. Значит, мы знаем, что в природе самым большим магнитом является наша планета Земля. Значит, и вокруг планеты Земля также существует магнитное поле. Значит, земное магнитное поле — это область, окружающая наш космический дом. В ней действуют все магнитные силы. С помощью прибора компас мы можем с вами легко определить, где находятся северные и южные полюса нашей планеты Земля. Из чего состоит компас? Из элементарного магнита, то есть из стрелочки. Синий конец нашей магнитной стрелки указывает на северный полюс планеты Земля. Также он является северным полюсом самой стрелки. И красный конец является южным полюсом стрелки. Если мы возьмем множество магнитов и выстроим их в длинную линию, то все эти стрелки будут показывать одно направление, то есть образуют длинную такую линию. Это и есть силовые линии магнитного поля Земли. Еще раз. Если мы стоим на Земле, у нас в руках есть магнит, тогда северный конец магнитной стрелки укажет на северный полюс планеты Земля, а южный конец магнитной стрелки указывает на южный полюс планеты Земля. А мы с вами знаем, что одноименные полюса магнитов отталкиваются, а разноименные притягиваются. Тогда почему северный конец магнита показывает на географический сервер Земли? Мы уже отвечали с вами на этот вопрос, потому что возле северного географического полюса находится юг магнитного поля Земля. И также возле южного географического полюса находится север магнитного поля. Поэтому стрелочка компаса с северным концом показывает на север, а южным на юг. Что мы теперь знаем о магнитном поле? Значит, магнитное поле Земли можно обнаружить с помощью магнитной стрелки. Источники магнитного поля — это круговые токи в недрах планеты и радиационные пояса. Значит, магнитное поле неоднородно по поверхности вследствие различных магнитных аномалий, например, из залежи железных руд. Дальше виды изменений магнитного поля — это дрейф полюсов, может быть, либо магнитные бури. И причины изменения — это выбросы Солнцем заряженных частиц. Какое значение имеет магнитное поле? Защита от космических излучений, влияние на климат Земли и влияние на жизнедеятельных живых организмов. А также хочется сказать, что природа земного магнетизма до конца еще не изучена. Значит, где мы можем наблюдать действия магнитного поля Земли? Полярное сияние. Полярное сияние возникает вблизи северного и южного полюса планеты Земля. Значит, полярное сияние возникает на высоте от 80 до 1000 километров. Почему оно происходит? Заряженные сверхсильные потоки солнечных лучей отклоняются от полюсов магнитного поля Земля. Тем самым мы можем наблюдать полярное сияние. Также магнитное поле Земли влияет и на перелет птиц. Птицы летят вдоль силовых линий магнитного поля Земля. На картинке изображено место в Курской области. Ее еще называют Курская аномалия. Здесь у нас находится большое количество железной руды, то есть магнитный железняк, что является постоянным магнитом, то есть естественным магнитом. И в этой местности магнитная стрелка или компас у нас не работает. Магнитная стрелка компаса начинает бесконечно вращаться. И давайте с вами ответим на вопрос, который был в начале темы. Почему стальные полосы и рельсы, лежащие на складах через некоторое время, оказываются намагниченными? Теперь, когда мы прошли тему, вы можете сказать, что если наша планета Земля — это постоянный магнит, вокруг постоянных магнитов у нас имеется магнитное поле, а также силовые линии. И если железные стальные полосы и рельсы долгое время лежат на складах, они намагничиваются, потому что лежат вдоль силовых линий магнитного поля. Давайте теперь с вами посмотрим видео на тему магнитное поле Земли. Наверное, почти все слышали, что наша планета Земля обладает магнитным полем. Это поле окутывает Землю и околоземное пространство. Пространство, окутанное магнитным полем, называют магнитосферой. Если бы у Земли не было магнитного поля, то люди не смогли бы сделать компас, о котором мы знаем сегодня. Сразу следует отметить, что географические полюса Земли не совпадают с магнитными, поэтому стрелка компаса указывает лишь приблизительное направление на север. Более того, в настоящий момент южный магнитный полюс находится ближе к северному географическому полюсу, чем к южному. На самом деле магнитные полюса Земли со временем смещаются, но обо всем по порядку. Начнем с того, что магнитное поле нужно Земле, как и другим планетам, чтобы защищать ее от нежелательного космического излучения. В космосе существует великое множество источников радиоактивного излучения, и Солнце один из таких источников. Оно постоянно испускает потоки электронов, протонов, ионов гелия и многих других частиц. Попадание этих частиц на Землю в таком количестве вредит живым организмам. Магнитное поле Земли отклоняет эти частицы, и те, подчиняясь магнитным линиям, направляются к полюсам. Поскольку на полюсах магнитные линии направлены вертикально вверх, весь поток частиц собирается в верхних слоях атмосферы. Именно тогда мы и видим северные и южные сияния. Но вторжение такого количества частиц не может пройти бесследно. Это вызывает нагрев атмосферы и изменение силы некоторых электромагнитных полей. Такие явления называют магнитными бурями. Как известно, магнитные бури влияют на погоду и на состояние некоторых людей. Например, людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Иногда на Солнце происходят процессы, которые называются солнечной активностью. В результате некоторых из них возникают сильные магнитные поля, которые не могут не оказывать влияния на Землю. Одно из таких явлений – это вспышка на Солнце. При вспышках скорость частиц, испускаемых Солнцем, значительно возрастает, что приводит к возмущениям магнитосферы Земли. То есть, такие мощные потоки частиц способны внести некоторые изменения в магнитное поле Земли. Именно поэтому в результате многих вспышек на Солнце магнитные полюса Земли с годами смещаются. Магнитные бури часто вызывают неполадки в работе электроприборов, например, помехи в радиоэфире. Теоретически, при достаточно мощной вспышке на Солнце может произойти так называемая электромагнитная катастрофа. Магнитное поле Земли примет на себя удар огромной мощности. Из-за этого повсеместно возникнут очень сильные токи, которые выведут из строя всю аппаратуру. Вспышка подобной мощности уже была в 1859 году. К счастью, тогда применение электричества только развивалось, поэтому нанесенный урон был не сравним с тем уроном, который может принести такая вспышка в наше время. И еще один интересный факт. На Земле существуют так называемые магнитные аномалии. Это такие области, в которых магнитная стрелка компаса не показывает на магнитный полюс. Несмотря на это, стрелка постоянно отклонена на один и тот же угол, поэтому такие аномалии все же объясняются. Мы уже знаем, что проводник с током действует на магнитную стрелку. Поэтому логично предположить, что в аномальных областях где-то внутри земной коры протекает электрический ток, или же это могут быть токи в атмосфере, которые по той или иной причине сильнее в данной области, чем в среднем. Например, самой известной в России магнитной аномалией является Курская магнитная аномалия. Ее площадь составляет около 160 квадратных километров, а напряженность магнитного поля втрое превышает обычную. В этой зоне компасы вообще не работают. Ученые связывают эту аномалию с огромными залежами железной руды в этой области. Действительно, опыты подтверждают, что большое скопление различных пород, которые могут намагничиваться, способствует появлению магнитных аномалий. Но, как говорится, нет худа без добра. Теперь люди намеренно ищут магнитные аномалии, чтобы обнаружить новые месторождения полезных руд. Следует заметить, что, хотя люди и много знают о магнетизме, нельзя с уверенностью сказать, что мы полностью изучили магнетизм Земли. Тем не менее, мы ознакомились с основными явлениями, связанными с магнитным полем Земли. Сегодня мы узнали, что Земля обладает магнитным полем, которое иногда называется магнитосферой. Магнитное поле Земли защищает нашу планету от вредного космического излучения. Такое излучение вредно и даже может оказаться губительным для многих живых организмов. И еще мы узнали, что не стоит путать географические полюса Земли с магнитными полюсами. Они не совпадают, потому что магнитные полюса со временем смещаются. Я думаю, что тема нашего урока вам понятна. И давайте приступим к домашнему заданию. Прочитайте тему 51 и ответьте на два вопроса. Первый из которых установится ли в вакууме магнитная стрелка компаса в плоскости магнитного меридиана Земли. И второй вопрос. Почему на судах, предназначенных для изучения земного магнетизма, не допускаются предметы, изготовленные из стали? На сегодня урок закончен. Встретимся на следующем занятии. До свидания. Программирование. Неважно, имеешь ли ты образование. Или прямо сейчас изучаешь основы будущей профессии. А может, уже имеешь успешный опыт в бизнесе. Стать программистом никогда не поздно. Ведь именно технологии дают безграничные возможности для самореализации и развития бизнеса. Сегодня у тебя есть уникальная возможность изучать программирование бесплатно. Стать одним из миллиона программистов Узбекистана и сделать программирование достоянием нашей страны. One Million Uzbek Oders. Стань обладателем профессии будущего. Субтитры создавал DimaTorzok